Всем привет! Сегодня у нас наконец-то физическая лекция, даже две. Мы кое-как повторили две математические темы. Мы повторили математический анализ, насколько это возможно за час сделать. Повторили комплексные числа, повторили линейную алгебру. Все это очень сжато, и я, конечно, надеюсь, что вы еще что-нибудь почитаете. Давайте повторим, что мы повторили. В левой части слайда все про комплексные числа, а в правой про линейную алгебру. Про комплексные числа мы узнали, что есть такое множество, которое можно построить из всевозможных пар действительных чисел. И комплексные числа представимы в виде действительного плюс другое действительное, умноженное на специальное число, вводящееся, которое называется мнимоединица. И это число позволяет нам решать уравнение вида х в четной степени равно минус у относительно х. На области действительных чисел мы не можем решать эти уравнения, у них не будет корней. В то же время мы можем решить уравнение вот такое, с нечетными степенями. Потому что кубический корень, например, из минус 8, это все еще минус 2. Потому что минус 2 на минус 2 на минус 2, это минус 8 действительно. А вот квадратный корень из минус 4 мы уже не можем на области действительных чисел взять, потому что сколько ты не умножаешь два отрицательных числа, положительного не получится. И поэтому вводится специальное число i. Это было на прошлой лекции. Но еще на прошлой лекции были линейные пространства, то есть такие специальные множества, элементы которых ведут себя как числа. В частности, их можно складывать между собой, умножать на комплексные числа. И эти операции, сложение между собой, умножение на комплексные числа, подчиняются следующим свойствам. Это определение линейного пространства или векторного пространства. Но, соответственно, элементы линейных пространств называются векторами. Мы выяснили, что можно там их раскладывать, друг через друга выражать и так далее. Еще мы с вами разобрались немножко в матричном исчислении. Мы поняли, что существуют такие объекты, которые состоят из чисел, таблицы. Эти таблицы могут иметь, двумерные таблицы я имею в виду, могут иметь разные размеры. Могут быть столбики, у которых много строчек, а один столбец могут быть строчки, наоборот, у которых одна строка и много столбцов. Могут быть, наконец, собственно, матрицы, когда у нас много строчек и много столбцов. Надеюсь, что вы, если вы подготовлены так, как вы говорили мне, вы знаете примерно, как их умножать, как их складывать, что умножить можно не любые две матрицы, а только те, у которых строки и столбцы подчиняются определенному соотношению друг между другом. И я вас подвел к матричному исчислению, исходя из того, что вот эти коэффициенты, из которых состоит матрица, из которых состоят строчки, столбики и все остальное, это коэффициенты разложения одних векторов по системам из других векторов. То есть вообще из линейных пространств можно выцепить числа в первую очередь следующим способом. Нужно взять какой-нибудь вектор и разложить его по системе других векторов. Вот я вектора отмечу такими символами, чтобы было понятно, что это не числа. Вот. Такая штука называется линейной комбинацией, а вот числа альфа, альфа 1, альфа 2, альфа 3 и так далее, сколько, зависит от того, сколько у нас c-шек, это и есть какие-то коэффициенты разложения вектора b по системе векторов c. Поиндексируем один раз. Вот. Вот это все было на прошлом занятии. Это нам пригодится сегодня немножко, но фактически сегодня мы будем просто еще раз формулировать то же самое, но уже в применении квантовой механики. Так. Но перед этим нужно ввести формализм скалярного произведения. Это еще одна операция, которую можно делать в векторных пространствах, если эти векторные пространства, как говорят, являются унитарными. То есть унитарное пространство – это пространство со скалярным произведением. Кто-нибудь помнит из школы или из университета, что такое скалярное произведение? Очень запомнил. Это мы берем координацию первой, второй, второй, примножаем и складываем. В школе мы в основном использовали геометрические векторы. Геометрические векторы – это обычные стрелочки. Стрелочки на плоскости или в пространстве, которые можно таскать, и от этого они не меняются. И у этих стрелочек есть координаты, как у любых точек в пространстве, если там введена система координат. Вот. И стрелочка с координатами 2,2, которую можно представить графически, как стрелочку, которая выходит из нуля и указывает в точку с координатами 2,2. Стрелочка с координатами 3,3, там, не знаю, 3,1, которую можно тоже представить как стрелочку, которая выходит из нуля и указывает в точку 3,1, с координатами 3 по х и 1 по у. Вот эти две стрелочки. Это геометрический вектор. Мы в школе их проходили. Вот. И в школе же вводилось скалярное произведение, как некая операция, которую мы можем сделать с этими двумя стрелочками. И эта операция – это сумма произведений соответствующих координат. То есть мы суммируем все координаты. И получается у нас 2 на 3 плюс 2 умножить на 1, то есть 8. Вот. Но это все было в школе. Это очень частный случай. Это всего лишь одно линейное пространство, унитарное пространство, да, и всего лишь один вид скалярного произведения в нем. Можно придумать много разных унитарных пространств, бесконечно много, и бесконечно много придумать скалярных произведений разных в этих пространствах. Давайте отвлеченно от стрелочек и школы сформулируем, что такое скалярное произведение. Итак, скалярное произведение – это функция, которая отображает два вектора, то есть два элемента линейного пространства, порядочную пару двух элементов линейного пространства в комплексное пространство. Что это значит? Это значит, что это такой черный ящик, который принимает два вектора и возвращает вам комплексное число. В школе, поскольку мы не знакомы были с комплексными числами, мы считали, что оно возвращает действительное число. Мы не знали, как брать корень квадратный из минус четырех, поэтому мы, скажем так, не унитарные пространства изучали, как говорят, а евклидовые. Евклидовые пространства от унитарных отличаются тем, что в евклидовых пространствах скалярное произведение действительно значено. То есть там вообще нет комплексных чисел, там векторы умножаются тоже не на комплексные числа в общем случае, а на действительное. Но мы с вами, чтобы квантовую механику сформулировать, мы должны именно с унитарными иметь дело, поэтому привыкайте к комплексным числам. Вот, то есть это вот такая операция, которая берет два вектора и возвращает вам число. Еще, если вы помните, число называют скаляром, и поэтому понятно, почему скалярное произведение, потому что оно возвращает скаляр, то есть число. Вот, но это не любая функция вот такая вот будет скалярным произведением, а только та, которая подчиняется определенным свойствам. Сейчас мы их перечислим, их всего три, их мало. Первое свойство это... Что? Первое свойство это антисимметричность, которая заключается в том, что если мы умножаем два вектора вот в определенном порядке, то для того, чтобы узнать, чему равно произведение скалярное этих векторов в другом порядке, в обратном порядке, мы должны посчитать в прямом порядке и взять комплексное сопряжение этого числа. Вот, что такое комплексное сопряжение? Судя по вашим лицам, ничего пока, да? Комплексное сопряжение... А, хорошо. Ну, я повторю. Комплексное сопряжение, если у нас есть комплексное число в виде а плюс б и, это такая операция, которая меняет знак перед комплексной частью. Вот мы помним, что вот эта действительная часть, она обозначается как ре, если это z, то ре z. Вот эта мнимая часть, которая обозначается как imz. И комплексное сопряжение, которое обозначается здесь чертой сверху, это такая штука, которая из плюсика вот здесь сделает минус и наоборот. Вот, соответственно, если у нас комплексное число представлено в виде ρe в степени eφ, который мы доказывали с вами в прошлый раз, раскладывая в ряд Тейлора, это формула Эйлера, то комплексное сопряжение ставит минус вот здесь. Ну, не ставит минус, а меняет знак вот здесь вот в показателе степени экспонента. Вот, таким образом, если мы умножаем скалярно два вектора, чтобы умножить в обратном порядке, нам достаточно взять комплексное сопряжение этого. Вот это первое свойство. Ну, его можно сравнить со свойством среди чисел, которые широко известны, что а плюс b равно b плюс а, но здесь оно не равно, а равно с точностью до комплексного сопряжения. Вы должны заметить, что если у нас евклидовое пространство, а не унитарное, то есть вот эта функция отображается не в c, а в r, то у нас вот эта штука превращается в мультипликативность. То есть если мы в евклидовом пространстве работаем, то у нас результат скалярного произведения не зависит от порядка со множителей, потому что у нас комплексное сопряжение числа равно самому числу. Довольно легко догадаться, что если число а плюс b и взять и приравнять b к нулю, то комплексное сопряжение ничего с ним не сделает. То есть комплексное сопряжение действительного числа равно самому числу. Поэтому это свойство превращается просто в то, что скалярное произведение не зависит от порядка со множителями. Но это в евклидовых пространствах, а мы в общем случае находимся в унитарных пространствах. Когда мы будем с вами проходить квантовые вычисления, иногда мы будем находиться в евклидовых, и там будет проще. Иногда, но не всегда. Второе свойство скалярного произведения – это линейность по первому аргументу. Очень важно именно что по первому. Важность этого следует из первого свойства. Дело в том, что аргументы неравноправны. То есть скалярное произведение все-таки зависит от порядка аргументов, от порядка со множителей. И линейность наблюдается только для первого из них. Для того, чтобы получить линейность для второго, нужно то, что получилось, комплексно сопрячь. Вы должны это понимать. То есть воспользоваться первым свойством. Что такое линейность? Это значит, что это равенство соблюдается. Что если мы в скалярном произведении умножаем сумму двух векторов на какие-то числа, то это все равно, что взять два скалярных произведения, сложить их и умножить на эти же числа. Это та же самая линейность, которая наблюдается среди векторов для сложения, например. То есть мы можем складывать два вектора, а плюс b. И если мы возьмем, например, какую-нибудь штуку типа а плюс альфа а. А. Нет, давайте вот так. Альфа а плюс b плюс бета c. Вот так. То вы же понимаете, чему это равно, да? То есть здесь можно скобочки раскрыть. Можно сказать, что это равно альфа а плюс альфа b плюс бета c. Вот это свойство линейности. Вот такое же наблюдается для скалярного произведения. Вот. И третье свойство – это наложение определенных ограничений на скалярный квадрат. Скалярный квадрат у нас неотрицательный по определению. То есть если мы умножаем скалярный вектор сам на себя, то у нас получается неотрицательное число. Вот. Причем ноль у нас получается только в том случае, если вектор нулевой. Про то, что вектор нулевой обязан существовать в любом линейном, а следовательно и в унитарном пространстве мы с вами говорили в прошлый раз. Вот. Кто-нибудь замечает здесь проблему? Это не надо доказать, как раз следует из этого свойства. Это следует из этого свойства. Дело в том, что в c у нас действительно нет сравнения. Вот. То есть вот эти вот операции больше-меньше. В смысле сравнение-то есть, но больше-меньше нет. Нельзя сказать, что больше, а плюс б и или с плюс д и. Потому что мы как бы находимся в плоскости, где по одной оси у нас действительная часть, а по другой оси мнимая часть. И непонятно, что больше вот эта точка или вот эта точка. Мы можем сравнивать действительные части, потому что они действительны, и мнимые части, потому что они действительны. Принадлежат множеству действительных чисел. То есть мы можем сравнивать вот эти отрезки по длине, но мы не можем сравнивать два комплексных числа, что больше. Поэтому из этого свойства следует, что у нас скалярный квадрат обязан быть действительным числом. Это очень важная хрень. Ну вот, это свойства скалярного произведения. И сейчас мы отойдем от этого, потому что мы наконец-то вернемся к физике, но ближе к концу вы поймете, зачем это вам было нужно. Ну и я, поскольку у нас будет некий перерыв в лекциях, там майские какие-то праздники, вся эта фигня, я скажу, что лучше почитать за это время. Вы же планируете читать майские праздники, а не заниматься фигней. И мы приступаем к тому, что я обещал сегодня в чате, к матричной формулировке Клант Мех. Это одна из двух формулировок, вторая называется волновой, и у нас будет на следующем занятии. Ну, в общем-то, на следующем занятии часть матричной тоже будет, потому что, конечно, мы все не успеем сегодня. Вот. Но основа будет дана сегодня. Сегодня мы соединим две дисциплины, и их соединение даст нам возможность использовать в физике то, что у нас получится. Две дисциплины – это теория вероятности и линейная алгебра. Линейную алгебру мы с вами в прошлый раз повторяли теорию вероятности, мы немножко повторили в первом случае, в смысле, в первой лекции. Но кроме определения вероятности, причем такого, знаете, статистического, интуитивного, вот то, что если вероятность бросить кубик равна 1 шестая, то это потому, что если много-много раз бросать кубик и считать, сколько у него шестерка там выпала, например, то получится как раз 1 шестая. Вот это… вот примерно такое определение вероятности вам понадобится, больше не надо реально. Но по терверу тоже можете что-нибудь почитать. Итак, матричная формулировка квант-меха, и для этого нужно вспомнить, а точнее, может, придумать, если вы не помните, первую лекцию. То, что у нас квантовая механика от классической отличается тем, что для некоторых параметров физических систем неизвестны точные значения, то есть они неопределены, не то, что неизвестны. Понятно, что они неизвестны, у нас нет идеальных приборов, которые бы их измерили со стопроцентной точностью, но они не определены. То есть мы теорию устроим из того предположения, что у нас нет истины. Но не всегда, только для некоторых параметров систем. Вот, для других есть. И вот для тех, для которых нет, задано распределение вероятностей. Оно точно задано. То есть само распределение, оно строгое, но это распределение вероятностей, которое управляет тем, с какой вероятностью мы получим то или иное значение на опыте. Вот, то есть, скажем, если вы возьмете, ну, почему кубик обычно не является квантовым объектом, этого мы с вами потом поговорим, хотя некоторые упорты ученые считают, что он является, и что вообще все вероятностное можно свести к квантовой механике, вот так вот просто. Но это, можно, конечно, но это сложно и не надо так делать. Вот, это мое мнение, конечно. Может кто-то не согласится. Кубик игральный, да, относительно его броска, если вот мы не знаем параметров того, как он летит, вот этих вот, то есть у нас есть просто кубик до броска, и кубик после броска, лежащий и показывающий определенную грань. Тоже может представлять собой объект, какую-то формальную математическую систему, для которой точно задано распределение вероятностей, но ни хрена неизвестно точно, куда он выпадет. То есть мы абсолютно точно знаем, что у нас равновероятные грани. То есть одна шестая вероятность обнаружить каждую из них. Это абсолютно точно известно. Если у нас кубик в некотором смысле идеальный, то есть уравновешенный, или мы работаем в той системе, где ошибка небольшая не имеет значения, то есть мы пренебрегаем какой-то ошибкой, мы можем сказать, что вот вероятность каждой грани равна 1,6 плюс-минус немножечко, и мы считаем вот это плюс-минус как ошибку, а истины нет. То есть кубик относительно броска, относительно вот этой с ней операции, он такой вот квантовый немножко. Но на самом деле, конечно, истина есть, потому что мы можем в данном случае посчитать, как он летел, мы можем напридумывать кучу приборов, которые смотрят, как он летит, как он приземляется, параметры поверхности, все это можем рассчитать. И учитывая то, что относительно того, сколько раз он повернулся, он повернулся там, ну, наверное, меньше 100 раз, правильно, в воздухе. Если мы его не из Empire State Building бросаем, то, наверное, меньше 100 раз он повернулся. И относительно такого количества поворотов, вот такого масштаба изменения углов этого кубика, параметры поверхности, параметры воздуха, они настолько пренебрежимы, незначимы, что мы можем в классической механике точно создать какое-то математическое описание, которое даст нам ответ, на какую грань он приземлился, если мы его вот так вот выпустили. То есть мы берем начальное состояние, как он вылетел, какие-то параметры этого начального состояния, скорость, направление и так далее. Проекции скорости по разным осям. И мы получаем в итоге ответ, как он упал. Но, к сожалению, не для всего у нас так получается сделать. И очень долгое время считалось, что то, что у нас не получается так сделать для электрона, для каких-то микрообъектов, для атомов, параметров некоторых атомов, для параметров элементарных частиц, очень долгое время считалось, что у нас просто хреновые приборы. Это вот одна из критик квантовой механики. То есть мы просто не умеем это измерять. И поэтому у нас получаются какие-то распределения вероятности. У нас точно такие же распределения получатся, если мы возьмем неточные приборы и будем измерять классические величины. И даже формализм можно применить. Но это все решилось с помощью теоремы Белла во второй половине XX века. Об этом мы поговорим потом. Сейчас наша задача сформулировать матричным образом квантмех. Поэтому давайте вспомним, что такое вообще состояние. Вот на ваш взгляд, как можно определить это слово? Как вот вы себе представляете, что такое состояние? Не ваше первое января, да? А вот состояние физической системы. Нет, безусловно, вы физическая система, но у вас очень много параметров, нужно как-то сократить, понять. Положение материи в пространстве времени. А материя-то что? Материя-то вещество. А поле? Это же тоже материя. Какие-то показатели в момент времени. Ну, в общем, да. То есть, во-первых, мы что узнали? Что состояние – это штука, которая зависит от времени. То есть, что такое состояние? Это штука в какой-то момент времени. Но вообще достаточно просто перейти из обычного пространства, где у нас все от времени зависит, в какое-нибудь пространство со временем, как просто отдельные координаты. Не обязательно в четыре пространства, которые в релятивизме, на следующем части, который будет. А просто перейти в фазовое, как говорят, пространство, взять время как одну из координат и в таком пространстве отмечать положение материи точками. И тогда, ну да, можно сказать, что это пространство-время. И состояние – это некое распределение точек по этому пространству. Ну да. Хорошо. Но напомню, что мы все-таки про квантмех, и поэтому у нас какие-то параметры не определены. То есть да, состояние – это совокупность параметров. Например, если мы говорим о классической механике, помните, что было на первой лекции по физике частиц? У НЖА на всей этой фильме. На второй лекции по физике частиц. То есть, что у нас система описывается некой функцией, которая зависит от координат всех тел, которые входят в эту систему, и скоростей всех тел, которые входят в эту систему. Этой информации достаточно для того, чтобы проследить эволюцию системы дальше. Вот. Это пример состояния. То есть в классической механике состоянием может считаться совокупность всех координат, всех скоростей. В квантовой механике это не так. И сейчас мы по двум стрелочкам пойдем, узнаем, что-то не так. Две стрелочки. Дело в том, что, как уже было сказано, одни параметры у нас точно заданы в квантовой механике, другие параметры не заданы. Но точно задано распределение вероятностей для этих параметров. Вот то, что оно само точно задано, это вы должны прямо вбить тебе в голову, потому что обычно на научных популярных лекциях, когда про квантовую механику говорят, говорят, что это просто что-то такое неточное, вот что-то непонятное, вот все распределенное, и вот. Но все-таки у нас есть точно заданный параметр, который называется распределение вероятностей для значений другого параметра. Вот. Мы исходим из предположения, что оно есть, оно в природе задано. Вот. Конечно, можно рассматривать наложение разных этих распределений, можно рассматривать наложение распределения вероятности, которое задано в природе, на распределение вероятности, которое дается ошибкой прибора, и мы будем говорить об этом дальше. Собственно, как измерения проводить, если вот накладываются эти две неопределенности. Вот. Но пока у нас идеальные приборы, можно считать, что мы точно можем померить это распределение вероятности. Идеальные приборы и бесконечное время. В смысле, вот сколько угодно, сиди и мерей. Знакомая штука? Серьезно? Кто видел хоть раз? Ну, нет, это не может быть сломанный модуль, это очевидно. По классической механике это не может быть сломанный модуль, это должен понимать любой человек, потому что если это сломанный модуль, то если выгнуть вторую палочку, то она получится длиннее. Но можно так считать в некотором приближении сломанный такой. Сломанный и разогнутый, если палочка может разгибаться, то да, хорошо, сломанный модуль. Это было очень важно сейчас. На самом деле эта штука называется кет-вектором или вектором состояния. Это формализм ввел Дирак. И, как вы, наверное, догадываетесь, раз эта штука является вектором, значит, она принадлежит к какому-то векторному пространству. Или линейному, по-другому, если говорить. Вот. И это значит, что для кет-векторов верны все аксиомы линейных пространств. Это значит, что кет-вектора можно складывать между собой, умножать на комплексные числа, раскладывать по системам других кет-векторов. Ну, в общем-то, и все, больше не надо. А, ну, есть нулевой кет-вектор. Вот. И если этот нулевой кет-вектор сложить с другим кет-вектором, то получится этот самый другой кет-вектор. То есть он не влияет при сложении. Вот. Пока я ничего не говорю про скалярное произведение. Кстати, пока вот я не ввел никакой унитарности. То есть у нас есть просто линейное пространство из вот таких кет-векторов. Почему это называют вектором состояния? Потому что мы начинаем строить теорию, квантовую механику, с предположением о том, что кет-вектор – это вообще вся информация, которая известна системе. То есть вот вся, полностью о состоянии системы, можно так сказать. То есть вся информация, которая нам известна о состоянии системы, должна быть закодирована вот в таком векторе, который принадлежит пространству состояний, других состояний. По предыдущему слайду помним, что у нас есть состояние, условно говоря, двух типов. Вообще никто не делит, но чтобы удобнее было представлять, можно поделить. Состояние с определенным значением каких-то величин и состояние с неопределенным значением величин. Например, может быть точно известна координата. Координата вот какой-то квантово-механической точки. Она может быть фиксирована. Мы знаем, что координата квантово-механической точки равна 2,3. Не знаю чего-нибудь. В данном случае размерность не так важна. Мы можем придумать для нее состояние какое-нибудь х. Причем обычно состояние вот здесь между скобочками обозначают той буквой, которая как раз определена. То есть если состояние х, то это значит у нас х известен. Но иногда нет. Вы не запоминайте на всякий случай, потому что иногда нет. Вообще их обозначают как попало. Кто-то вообще пишет «фи» вот так вот. В общем, какой-нибудь буквы это можно обозначить. Дирак, конечно, гайдлайны обозначений ввел, но всем же пофигу. Никто его не читает, и поэтому все обозначают как попало. Может быть смешанное состояние в том смысле, что какие-то параметры точно определены, какие-то не точно определены. Наверняка вы все слышали о соотношении определенности Гейзенберга, о принципе неопределенности Гейзенберга. Это такая научно-популярная штуковина, что нельзя определить однозначно координату вместе со скоростью. Не получается. Мы точно определяем координату, у нас разъезжается скорость в распределении вероятности. Мы точно определяем скорость, у нас разъезжается координата. Причем если мы бесконечно точно определим координату, то мы бесконечно не точно будем знать скорость. И наоборот. Почему это так, мы дальше с вами узнаем. Это очень важно. В общем-то, в этом соотношении кроется вся физика квантмеха. Ну, то есть, можно сформулировать так, что вот в этом соотношении она будет крыться. И все другие соотношения тоже из этого вылетят. А с математической точки зрения, это соотношение – это просто свойство унитарного пространства. То есть, вообще к физике не имеет никакого отношения. То есть, из того, что мы начали формулировать квантовую механику через унитарное пространство, вылетело это соотношение. Но это я так вам затравочку даю, чтобы вы через две недели пришли, все-таки хотят и начать. Сегодня о другом. Так, значит, вектор состояния. Поскольку это вектор, с ним можно делать вот такую штуку ему. Его можно раскладывать по другим состояниям. То есть можно взять вектор и создать линейную комбинацию из других векторов и приравнять к первому. То есть у нас появляются какие-то комплексные в общем случае. Коэффициенты разложения альфа и ИТ. Их вот много. Если у нас 3 У, то их 3. Если 10, то 10. И уже вы, наверное, хотите какой-нибудь физический смысл получить. Потому что вот я сказал, что вся информация кроется именно вот в векторе. А как в векторе, если подумать, скрыть информацию? Вектор — это не число. А информация — это, в общем-то, число. Можно так считать, потому что в физике, когда мы говорим о какой-то информации, мы говорим, как правило, о предсказаниях измерений, либо о самих измерениях. А измерения, как правило, численные. И, кстати, некомплексные. Я ни разу не видел вольтметра, который показывал 2 плюс 3 и вольта. Тем не менее, состояние можно раскладывать по другим состояниям. Кроме этого, давайте определим вот такие функции. Пока сохраняется в голове то, что я говорю? Хорошо, это важно. Давайте определим вот такие функции. Функция, которая отображает состояние в числа. Вот это уже, кстати, больше похоже на какую-то физику. У нас было состояние абстрактное, непонятно, как из него какую-то информацию выцепить, а мы получаем числа. Комплексные, конечно, в общем случае. Но среди комплексных есть и действительные. Уже похоже на какое-то измерение, похоже на какие-то параметры систем. Давайте определим такую функцию, которая действует на линейном пространстве состояний и отображает... Хотя не очень грамотно так говорить, но можно считать так пока. и отображает кет-вектор, вот это я напомню, называется кет-вектор или вектор состояния, в комплексное число, как-нибудь, по какому-то закону. Вот, а теперь давайте сделаем эту функцию линейной. Представляете себе, как это должно выглядеть? Скажем, что если кет-вектор помноженное число, то это число из аргумента можно вывести к букве C. Да. И что если у нас в аргументе для B стоит x, y и x, то мы можем написать, что B от этой суммы равно B от x плюс B от y. Да, или что то же самое, можно сформулировать это просто одним равенством, что B от альфа x плюс бета y, где альфа и бета комплексные числа, равно альфа B от x плюс бета B от y. То же самое. Вот. Это свойство линейности. А теперь давайте вспомним, какая операция у нас линейна по первому аргументу. Скалярное произведение. Скалярное произведение. Это значит, и вот это очень важно почувствовать, потому что, по-моему, вот у нас в курсе, например, университетском, не было формализма бракет, потом он немножко начался там на других предметах, не было, не было у нас формализма бракет. У нас на стат физики кто-то написал, а, ну, собственно, наш лектор написал и говорит, что все понятно, с первого ряда ему кричат, да мы не знаем, что это там. Вот. Но суть вот в чем. Это очень важный момент, который нужно понять. Причем тут скалярное произведение. Потому что, коль скоро эта функция линейна и берет на вход элемент линейного пространства, а на выход дает комплексное число, можно определить эту функцию через скалярное произведение с другим элементом линейного пространства. и этот другой элемент полностью будет определять логику работы этой функции. То есть для каждого вектора состояния х мы можем поставить в соответствие другой вектор, я не говорю состояние, это очень важно, другой какой-то вектор, скалярное произведение с которым равно комплексному числу. И этот другой вектор полностью определяет логику работы функции, которая принимает разные векторы из одного пространства и на выходе дает скалярные числа. Тьфу, комплексные числа. Еще раз. У нас есть пространство. Назовем его L. Оно состоит из состояний, из векторов состояний каких-то там. Мы хотим намутить функцию, которая берет отсюда вектор, ну, собственно, которая определена для всех таких векторов и отображает их комплексные числа. Мы знаем, и причем эта функция должна быть линейна, это очень важно, то есть вот это вот должно работать. Мы знаем, что скалярное произведение обладает свойством линейности по первому аргументу, ну, и, в общем-то, с точностью до комплексного сопряжения по двум аргументам. И мы можем определить эту функцию через векторы из другого пространства. Умножая скалярно на которые, то есть вот этот на этот, мы получаем как раз комплексные числа. И вот если мы зафиксируем один вектор в этом пространстве и будем скалярно умножать на векторы из этого пространства, то мы получим все значения вот этой функции B, одной из таких функций B. А если на другой будем умножать, то другой функции B. То есть этих функций можно намутить столько, сколько можно найти векторов в другом линейном пространстве. И поэтому, пока не понятно, какая связь с физикой, но уже физика ближе, потому что у нас на выходе числа получаются. И поэтому вводится другое пространство, которое называют дуальным. В общем-то, интуитивно понятно, что оно как-то объективно связано с этим. И если вот это пространство называлось у нас пространством состояния или пространством кет-векторов, то это пространство мы будем называть пространством бра-векторов. Откуда такие названия, спросите вы? Дело в том, что если бра и кет соединить вместе, то получится скобка по-английски. Вот, бра и кет. Я понимаю, что там еще си есть, но на это забивают. Итак, кет-векторы обозначаются вот таким образом и обозначают состояние, то есть всю информацию о системе, которая у нас есть в эксперименте, ну или в теории. Бра-векторы обозначаются вот таким образом, то же самое, только наоборот. Модуль сломанный с другой стороны. И что это? Физический смысл какой? Вот это вся информация о системе. А вот что такое бра, очень много кто не смог мне ответить, в том числе несколько преподавателей. Вот, бра — это линейный функционал, то есть функция, которая принимает эту штуку и возвращает комплексное число, и при этом линейно. То есть это некая операция, которую можно сделать с векторами вот из этого пространства, получить число, комплексное число. Обращаю ваше внимание, что когда мы определяли функцию b, а нужно это доделать, вот, когда мы определяли функцию b, мы умножали слева. То есть функция b, применение функции b к кет-вектору, к вектору состояния, это то же самое, что слева умножить на какой-то бра-вектор, скалярно умножить. Обычно, когда это умножение производит... Ну, линейность пакет будет с точностью до комплексного сопряжения. А у меня нога есть, да? с точностью до комплексного сопряжения. Вот. Ну, вообще, да, наверное, ты прав. Если мы хотим линейности пакет... То есть мы хотим вот такую штуковину, то мы должны еще вот здесь поставить вот так вот, да? Комплексное сопряжение. Что? Это что-то исправится? Ну, дело в том, что... Ну, там альфа будет выноситься... Ну, нет. Это не справится. Почему? Ну, почему? Ну, мы взяли функцию... Такую, что сперва сопрягаем ее аргументом. Да. Значит, а потом делаем домножение. Не-не-не, сопряжение не входит в B. Просто B линейно с точностью до сопряжения по второму аргументу. По первому просто линейно. Хорошо, мы взяли новые функции, которые стоят из... Как-то там... Пункция... Пункция B от сопряжения от аргумента. Тогда у нас альфа с трех спряжет, потом из-за B снова спряжет и видит. Ну, да. Хорошо. Но тогда... Можно провести... Давайте проведем это прямо вот явно. Так, если у нас есть какой-то вектор x, бра, и мы умножаем его на альфа x плюс бета y... А, согласен. x штрих. И мы хотим, чтобы эта штука была равна альфа x штрих плюс бета y y штрих. Да. И для того, чтобы это работало, что нам нужно сделать? Это на трое в сопряжении. Надо альфа x плюс бета y штрих. Что альфа x плюс бета y штрих? Если ты первая, то мы будем все туда свяжем. Ну, на самом деле, если у нас... У нас тогда в результате x плюс бета y штрих будет свяженный, а альфа бета y штрих будет свяженный. Почему? Если мы сопрягаем всю сумму... Да, но вот сопряжение-то останется, как x плюс бета. Да, в альфе у нас останется, например. Сейчас это? Да, и в бете тоже останется. А если мы будем не то сдавнажать, а сдавнажать с сопряжением, то ты должен поставить сопряжение на... Ну, не всем, а над альфой и бетой, ты хочешь сказать? И на 2x штрих, и на 2x. Ну, сопряжение... Чему будет равен x штрих сопряженный, это мы с вами узнаем позднее. Дело в том, что вот эта запись во многом эквивалентна. Вот. Но об этом мы узнаем потом. Короче, если мы хотим линейность... Ну, хорошо. Если мы, допустим, хотим линейность не по второму аргументу, а по первому, это все равно будет достаточно. Как раз будет следовать из того, что вот это работает, то для того, чтобы придумать такую функцию, достаточно взять скалярное произведение и выбрать в качестве такой функции скалярное произведение слева на какой-то бра из дуального пространства. Возникает вопрос, где же здесь физика? Возникает вопрос, как же вообще проводить предсказания, вычисления, что угодно. Я что-то все затирал про вероятность, про то, что у нас какие-то значения определены с какой-то вероятностью. Вот. В общем случае. Иногда эта вероятность равна единице, и тогда мы можем говорить о том, что у нас значение точно задано. и в каком-то состоянии мы можем говорить, что что-то там задано, что-то там не задано. То есть состояние – это вся информация, которая у нас есть. Вот. Все распределения вероятности, все величины, у которых распределения нет, или что то же самое, они точно сконцентрированы вся вероятность в одном значении, то есть 100% какое-то значение получится. Вот. Возникает вопрос, как привязать вот этот формализм, который мы с вами придумали, но это не формализм, это даже интуиция какая-то в некотором смысле, как привязать эту интуицию к тому формализму, который мы с вами намутили вот с бра и кет-векторами, с векторами состояния. Давайте придумаем, что если мы умножим бра на кет вот таким образом, то на выходе у нас получится некая величина, которая будет отображаться в вероятности. Сейчас мы узнаем, каким образом она будет отображаться, но придумать-то можно по-разному, она может как угодно отображаться. Да, вот эта штука возвращает действительно комплексные числа, а вероятность, как вы хорошо себе представляете, действительное число. Невозможно себе придумать, что такое вероятность решки 0,3 плюс 0,1 и. Непонятно, что это значит. Вот. И здесь нам помогает одна из записей комплексного числа, которую мы разбирали с вами в прошлый раз с помощью ряда Тейлора. Напомню, что поскольку комплексное число представимое в виде точки на плоскости, по одной оси откладываем действительную, а по другой мнимую часть. Здесь есть некий угол φ, а саму стрелочку, которая указывает в точку, которая соответствует числу, мы можем померить и получить значение ρ, как длина этой стрелочки. И мы доказали, что вот это вот число z может быть представлено в виде ρ умножить на e в степени и φ, где φ – это вот этот угол, а ρ – это вот эта вот длина. Вот для того, чтобы это доказать, это формула Эйлера, для того, чтобы ее доказать, нужно разложить в ряд Тейлора в нуле синус, косинус и комплексную экспоненту. И мы просто получим, что для всех групп конечных слагаемых в ряде Тейлора, всех вообще, поскольку ряд бесконечен, это так, и это значит, что это вообще так. То есть у нас, мы можем доказать, что это так для всех, для всего ряда, несмотря на то, что он бесконечен. Мы все равно можем это доказать. То есть алгоритм мы построить не можем, потому что алгоритм – это конечное какое-то действие. Вот, а доказать можем. Вот. И мы можем представлять числа, которые возвращают у нас скалярные произведения Бронакет вот в таком виде. Вот в таком виде. То есть, если мы умножаем что-нибудь на что-нибудь, то мы получаем в общем случае ρ на E в степени и φ. Вот. Что здесь действительное? Какие числа здесь действительные? Вот это все комплексное число. Оно состоит из произведения степени там чего-то, вот основания степени. Ро и φ. Что? Ну, это E, да. E тоже действительно. Она фиксированная, поэтому так себе. В общем, там не особая физика какая-то хранится. Вот. Да, ро и φ. Вот. И когда мы строим квантмех именно так, как мы его строим, хотя можно по-другому, наверное, мы будем обозначать, называть вот это вот число амплитудой вероятности, а вот это число мы будем называть фазой вероятности. фазой вероятности. И если мы хотим из вот этого числа посчитать вероятность, хотя даже не так, давайте вот как отсюда выцепить амплитуду вероятности. Да. Вот у нас есть комплексное число какое-то. Как оттуда вытащить ро? Да, это правильно. Ну, то есть, это прямо вот совсем правильно. Это именно неправильный ответ. Да, можно до множества сопряженное. А как будет, если вот у нас исходное число ро в степени, ой, ро умножить на е в степени и φ, как будет выглядеть сопряженное число? Вначале говорил. Ро на е минус и φ. Если мы умножим одно на другое, то в степени показателя сложится, получится 0, и е в степени 0 это единица, потому что любое число, кроме нуля, в степени 0 это единица. И если мы умножим вот это число на комплексно сопряженное, то мы получим ро квадрат. Вот. То есть, мы получим в общем-то не самому амплипуду, а квадратному амплипуду. Вот. И если мы возьмем корень квадратный отсюда, вот, то, кстати, вот не путайте, вот эта штука всегда в действительных числах существует, корень из квадрат. Потому что квадрат любое число делает неотрицательным. Вот. А корень из неотрицательного числа на действительных числах берется. Вот. И поэтому для того, чтобы узнать амплитуду вероятностей, мы должны провести вот это вот действие домножить на сопряженное. Вот. Ну и амплитуда вероятности перехода, вот эта, та самая физика, которая вот лежит здесь, да, будет равна вот этой операции, которую мы сейчас проделали, сделанная вот с этим. Что здесь написано? Здесь написано, что вот какое-то число, да, мы, вот я никак его не называю, я не знаю, как его правильно назвать, никак не буду называть. Вот это вот число, которое у нас получается в общем случае при умножении мембран-акет, при умножении каких-то там векторов на другие, комплексное число, да, оно соответствует ситуации, когда у нас штука, которая, система, которая находилась в состоянии х, обнаруживается в состоянии у. Еще раз, это, я понимаю, что это с первого раза может быть непонятно. Возьмем какой-нибудь такой не очень правильный пример, в том числе детский. Вот у нас есть какой-нибудь там шарик, который может быть резиновым, металлическим, пластмассовым, да, вот, а еще он может быть красным, желтым, зеленым. Вот. И вот эти штуки независимы, то есть он может быть резиновым, желтым, пластмассовым, красным, металлическим, зеленым и так далее. Вот. Если мы представим, что вот эти вот состояния, что состояние вообще его цвета и материала, хотя это, конечно, полная ерунда, ни в коем случае не думайте, что это так, это просто детский пример. Если мы представим, что это состояние квантовое, вот, то можно поставить такой эксперимент. Какова вероятность того, что металлический шарик при измерении будет обнаружен в состоянии желтый металлический? То есть, когда мы берем готовое состояние, что он металлический, мы знаем, что он металлический со стопроцентной вероятностью. Это так, да? Ну, то есть, он может быть, мы берем просто подготовленный шарик, мы знаем, что он металлический, но он может быть разным, разного цвета. Как бы по другой оси у него могут быть разные значения этого параметра, параметра цвета. И мы, когда измеряем, я не знаю, как обозначить, можно гласно рисовать, мы получаем, когда мы много измерений над одинаковыми шариками, которые в известном нам состоянии металлическое находятся, когда мы проводим много-много-много измерений, мы приближаемся к распределению вероятностей. То есть, что вероятность того, что металлический шарик у нас желтый равна там 0,3, вероятность того, что металлический шарик у нас зеленый равна 0,1 и вероятность того, что у нас металлический шарик красный равна 1 минус 0,4, то есть 0,6. Важное замечание, что это так, но вот то, что я вам сказал, это так, то есть мы получаем некое число, которое связано с вероятностью, из этого числа мы можем выцепить амплитуду вероятности, которую делаем вероятностью просто. Но не всегда в разных разложениях одних состояний по другим состояниям не всегда эта амплитуда равна вероятности. Иногда она равна вероятности с точностью до какого-то множителя, который называется нормировкой. Представьте, что если у нас, допустим, один кет-вектор, строго говоря, это не совсем вероятность, а относительная вероятность. Вот, если у нас кет-вектор x раскладывается 1, 1, 1y плюс 1z плюс там 1a, какова вероятность будет обнаружить систему из состояния x в состоянии z? Если мы знаем, что вот это полная система, то есть ни в каком другом состоянии он обнаружить быть не может. Обнаружен быть не может. Как это посчитать? Ну, нет, я понимаю, что интуитивно можно не понять, для этого нужно сказать, как-то посчитать. Но вообще интуитивно можно понять, что если у нас состояние строится из трех состояний, которые, перед которыми у нас стоят одинаковые числа, то эти состояния равновероятны. И вероятность обнаружить вот это состояние в каждом из них равна 1 3. Но это так, это интуитивно. А можно еще попробовать посчитать строго. Строго это считается таким образом. Если у нас вот эта система полная, полная система, то есть вот это вот раскладывается, то есть полностью информация, которая есть здесь, предоставлена вот здесь, вот этой суммой, можно так сказать, то какова вероятность обнаружить какой-то вектор, который не игриковый? То есть вот, допустим, это красный цвет мячика, это желтый цвет мячика, это зеленый цвет мячика? Если у нас известно, что мячик не красный, какова вероятность обнаружить то что он красный то есть вот так вот мы пишем к игрек ну мячик не красный кого вероятность того что он красный в долбанули что 0 правильно то же самое и с другими цветами поэтому если мячик у нас изначально желтый хотя мы этого не знаем эта информация заложена в иксе то когда мы строим вот такое вот ну давайте да давайте вот так вот не очень хорошо я давайте не так сделано вы здесь их всех и здесь тоже если мы воспользуемся свойством линейности а мы знаем что вот это произведение на линейно то мы будем последовательно умножать вот на эти штуки понятно и складывать то что получится и те произведения где у нас умножаются на тот цвет который не настоящий у нас будут равны нулю потому что вероятность того что красный мячик желтый равно вот у нас зачеркнуться все кроме того состояния которые действительно соответствуют этому мячику и вылезет число перед этим состоянием вот но дело в том что это число может быть равно не 0 3 может быть равно сто пятьсот нельзя говорить что вероятность того что мячик у нас желтый равна сто пятьсот вероятность нуля до единиц и для того чтобы получить точное значение вероятности нам нужно поделить на что ну вот так x вот давайте так элементарных случай вот на что нужно поделить вот эти коэффициенты чтобы у нас получилась вероятность на 1 плюс 2 хорошо хороший вариант сколько один плюс два я просто хочу вам напомнить что когда мы нажали на комплекс на сопряженной для того чтобы выцепить амплитуду оттуда мы получали не вероятность а что ну точнее не амплитуду вероятности а что как какую функцию над амплитудой амплитуду в квадрате поэтому если вот по этой схеме пойти у нас получится что здесь вероятность того что вот x вот в этом состоянии у нас одна девятая а здесь четыре девятых а пять девятых это не единица то есть это у нас не полная как бы система поэтому нужно поделить не на 3 можем посмотреть 1 на корень из трех плюс 2 на корень из трех 3 на корень из трех сумма вероятности у нас должна получиться то есть сумма квадратов вот этих штук у нас должна быть равна единице корень из пяти вот этот процесс называется нормировкой то есть сделать так чтобы сумма квадратов коэффициентов перед разложением в состояниях была равна единице вообще у меня еще есть слайды но поскольку я уже и так очень сильно опоздал вот уже четыре минуты оленой лекции я взял мы продолжим с вами в следующий раз я понимаю что конец был немножко смазан и не очень понятно как это все-таки связано с вероятностью но главное поймите что что мы формализм наш начали с того что построили линейное пространство потом еще одно вот и привязываем результат скалярного произведения между этими двумя пространствами к вероятности обнаружить систему из одного состояния в каком-то другом состоянии вот вспомните если забудете пример с мячиком который из разного материала из разных цветов вот я вам напишу еще раз что можно почитать ой никогда я хочу просто еще больше времени с твоей лекции взять поэтому я напишу я значит сначала сотру а потом свалить нет нет тогда я не дотру даже так я тоже не поленился у меня еще нам слайдов 5-6 на я просто не успел закончить короче чё считаем вот эта тема лучше всего описано у иванова как понимать квантовую механику ну и если вам хочется страшного чего-то можно почитать дирак непосредственно непосредственно я даже не помню как он узнает штуку типа сборник сочинений как я провел лето короче дирак дирак как я провел лето биха это да